Продолжение следует... Как так можно, да? Также у нас сегодня килька на хлебу. Что это килька? Это сардина. Сардина. Почему сардина написано? Не по ходе, я бы не сказала, что... Бабушка говорит, что это нифига не сардины. Может, сардины. Ну, мелкие такие, блин. У нас крупнее, по-моему, сардины. Яйцо. Салат. Это как в ТикТоке, там есть одна такая баба. По-моему, с Таиланда. У нее тоже такие большие губы. Наверное, ты видишь, не обращала внимания? У нее такой соус всегда. Она сама мешает соус. А потом так ест. Потом так ест на камеру. Вот так вот. Сами губами. Тебе надо покрасить эти губы. Еще накачать надо. Так я же с маской. Не, не больше. Я же с маской. Так что у нас сегодня, друзья, полезный обед. Ну, лук, конечно, просто этот. Как тебе облака. Блин, что у меня с маской, блин? Без маски, конечно, я вообще... Что-то вообще где-то маска какая-то... Не очень, блин. Так. Секайте, красивая маска. Чтобы я была богиней, блин. Нет, для нормальных масок у меня что-то здесь. Блин, какие-то уродские маски, если честно. Давай без маски, нормально выглядишь. Да, ну я уродина какая-то, блин. Без маски, блин. Натуральная, а не уродина. Ммм. 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 Что, сардины? Не, не надо. Хлеба-то больше нету? Хлеба нету, да? Так-то сардины невкусные есть. Ммм. 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 Блин, ну лук вообще зачет, да? Да. Тут лук не напасешься. Килограмм уже покупали. Ну мы этот лук килограмм едим, потому что он такой сладкий. Как этот, да. Как яблоко. Ммм. 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 Ты не хочешь, если хочешь укушать, это мотивация похудеть. Ммм. 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 Стас тоже темя Да А, салат-то Нехал вот описан Ты положил тебе? Угу У нас в целом наконец-то поняла, что у нее есть руки Она, короче, если руки то жрет Она такая трогает, уже понимает, что типа что-то можно потрогать Короче, она развидела свои руки Увидела, точнее Ммм Все четырся человек смотрит Я жиру, блин Что вам рассказать, интересно Со Стелой вот так вот так Блин, я очень хочу Но она ни в какую не делает Скажи вам, ты пробовала с ней вот так вот так делать? Не, не делала, она не Она не делает Даже если ты такая поднимаешь, она вот так не делает Так Она так делает Она так делает, только когда она лежит Она лежит и она вот так делает Блин, ты понимаешь, что ты понимаешь, что типа меня подняли Поэтому вот так Мне больше нравится в Америке продукты Кому тебе? Ну так, спрашивай Тебе больше в Америке нравится? Да Почему? Ну здесь выбор большой, во-первых А качество продуктов? И качество продуктов То есть можно выбирать качество продукта Поднимем Особенно мясо, да? Если ты можешь позволить органик, это хорошо Да, но органик очень дорого Особенно, когда у тебя 5 ртов, блин Супер голодных Мне кажется, органики Мне кажется, органики, да По цене то же самое, что есть в ресторанах Ну просто в ресторан-то не органик, ешь? Да, в Америке не органик Но я говорю, что если ты покупаешь органик еду Это то же самое, если бы ты на завтрак, обед и ужин Ела бы только в ресторанах А чтобы вы понимали Такой More or less стандартный чек В ресторане на семью Ну, грубо говоря, 4 человека Потому что как бы ем я, мой муж Мама и Миро, да, Стэлла пока что ничего не ест Составляет где-то 100 долларов Это без алкоголя То есть если вот питаться органической едой примерно так же Примерно столько же и будет Если брать хорошее, дорогое мясо Хорошую, дорогую рыбу Дорогие овощи То где-то тоже за каждый мил Мне кажется, блин Бак со всеми точно выходит, нет? Дешевле Дешевле? Я думаю, что дешевле выходит Не, конечно, я мясо не учитываю с другой стороны Ну Потому что мясо-то я Мясо дорогое? Мясо дорогое, да Ну не та счастливая, которая послась на лугу Можно дешевле купить Пастер рейс Расскажи, что ты ешь Я уже съела саурдо хлеб С сардиньями Что там были? Сардины Сардиньями Половину репчатого лука Который по вкусу как Сладкий Сладкое яблоко Просто Это не лук Это настоящая яблока Просто сладкое, реально как яблоко, да? Как не сладкое яблоко Вот И у меня салат А, еще два яйца я съела Вареных У меня салат Кейл Помидор Огурец Сладкий перец Авокадо Оливковое масло Еще сладкий лук там Еще лук Куда же без лука? У вас баба такая прикольная Стелла вообще, блин, огонь Да, мам? Что, Стелла внимания не требует? Лучше скажи Самый спокойный ребенок Из всех детей Да? Да Или ты хочешь, чтобы у тебя были более спокойные дети? Унеси нормальную Так что вот Так что, друзья Нужно дособирать коробки Бабушка покушала Потом Переезд первого числа Так что Будет веселуха, друзья, блин You know? Мам, честь бойфренд? Нет Почему? А ты хочешь тебя бойфрена? Нет Почему? Мне без них тоже хорошо живется Тем более в моем возрасте Благодарю это иметь Это иметь ребенка Которая старше Семь маразмом страдает Да не найди Найди себе без маразма, блин Молодого, да? Какая проблема? Молодого надо найти Но для молодого Я тогда пути Кем? Денежным мешком А ты что, разве не денежный мешок? Да я денежный мешок Но это моя Бабушка 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 Бабла Она на нем сидит Короче, она его спрятала Там в загажнике Где-то в мешке, блин Как Дед Мороз И сидит на этих деньгах Ни с кем не делится Здрасте Половина здесь У тебя Половина у старшин Это правда Я торчу у бабушки Сколько тебе торчу? Три миллиона где-то? Ну да Я, короче, торчу у бабушки Три миллиона рублей А Зуля сколько? Три миллиона? Из Уля полтора миллиона, короче Это еще от тех денег Которые у нее еще там Отдельно еще есть Какие-то деньги спрятаны У меня этот Мама, короче, блин Она Знаете, вот этот Я сколько помню Вот, да Ну С маленького возраста Сколько я помню свою маму У нее всегда Были деньги И она всегда откладывала деньги Всегда То есть не важно где Не важно когда Не важно сколько Она всегда копила То есть у нее даже не было цели На что-то копить Она просто всегда копила И по сей день У нее нет никакой цели Там ни квартиру купить Ни машину Да, у нее как бы все есть Ни квартира, ни машина Но она реально все время, блядь, откладывает То есть она еще такая, знаешь Она такая хитрая Она там Я, например, ей помню На какой-то день рождения Тоже говорю Бабушка Ну, типа Я тебе, короче Это, там Денежный подарок Ты пошла себе в магазин Купила шмоток Одежды, да Там, говоря Вот я тебе Высыла деньги Короче, вот деньги Это твой подарок Тебе на день рождения Иди себе что-то купи Она, блядь Все откладывает, блядь Ничего не купит И причем На каждое потом У нее есть отмазка Что, типа Вот Мне нужно похудеть Что я сейчас куплю Вот я похудею И куплю, блядь Да, мам? Вот так вот, блядь Экономишь, да Это точно у меня от нее Она еще, да Постоянно этот Ходячая этот Ей все время Нужна скидка на скидку Как у меня Да, это моя чистая тема Я, если что-то на скидки Не куплю Все, блядь Мой год прошел зря А моя мама То же самое То есть она Приходит в магазин Первым делом Так, где скидки, блядь Так Это на скидки Да, берем, берем Это нам надо Это на скидки Это тоже берем То есть она идет По холлфудсу У нас в холлфудсе Да, наш магазин Самой дорогой еды В Америке Где продаются Качественные Хорошие Органические Там не органические Тоже есть Но в основном Органические продукты Она ходит Она только по скидкам Все берет Вот Да, и у меня Точно такая же Один в один Такая же тема Я все люблю На скидках Купончики Талончики Ну, если бы Еще нужно Вот бабушке Здесь буквально Три-четыре месяца Побыть И нужно влиться Есть еще Еще более крутые темы Есть в Америке Можно за покупку Даже возврат денег Получать Когда ты приходишь Например Купить какой-то товар Да, например Товар стоит 10 долларов И у тебя куча Разных купонов Купоны можно искать На разных сайтах Есть специальные приложения С купонами Да, там Буклеты с купонами Там Вырезала ты там Из газеты этот купон И так и подобное Да И эти все купоны Можно накладывать Друг на друга То есть Это не то, что там Один купон За один товар Так не работает Здесь можно Много-много купонов На один товар И в итоге Даже может получиться Что тебе будут Деньги платить То есть Это реальная Такая схема Которая действительно Работает в США Когда ты приходишь С огромным количеством Купонов Ты покупаешь Этот товар Раз 10 долларов А у тебя купонов На 13 долларов И тебе реально Дают и товар И 3 доллара Тебе еще дают То есть Это реально работает Так что Надо бабушку Этому научить Потому что я сама И мне очень интересна Эта тема Но сейчас у меня просто Нет времени В этом разбираться Потому что Здесь огромное количество Приложений Сайтов Которые нужно Постоянно мониторить Чтобы эти Как бы сказать Акции Да И вот Так как у бабушки Есть огромное количество Свободного времени Да бабушка Мы тебя научим Пользоваться Купонами Да легко Научись По-английски Разговаривать Ну Все 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 Андра Блин Вы знаете На самом деле Короче Я когда была в России Когда вот В России У меня был Сумасшедший стресс Я это рассказывала В видео И после В видео Ну конечно Я везде это рассказывала У меня был Сумасшедший стресс И Первый раз За огромное количество Времени Там В моей жизни Ну грубо говоря Первый раз Во всей моей жизни У меня Никития Конечно Будет сказано Но У меня Очень сильно Пах пот То есть У меня пот Вообще Не пахнет Вот по жизни Да Как бы В моей Нормальной жизни У меня вообще Никогда Хоть я буду Вся мокрая То есть Я иду на пилатес Я возвращаюсь Мне не нужно Ни душ принимать Я не пользуюсь Дезодорантами Вообще ничем И у моего мужа Вы все видели У него такой огромный Шнопель Поэтому у него Очень хороший Мюх Он Как бы Очень хорошо Чувствует Запахи И от меня Никогда Ничем То есть У меня Пот Вообще Не пахнет Плюс Это такой Специальный Ген Чаще всего Он встречается У азиатов Не у всех Азиатов Но у огромного Количества Азиатов Он есть И этот ген Не дает ему Поту пахнуть Да Ну В классической Здоровой жизни Да Если ты здоровый человек Здорово питаешься Имеешь активный Образ жизни Да Не испытываешь стресса Так вот Когда я была в России Получается Да Там Четыре месяца назад У меня Просто Начали Пахнуть Блять Подмышки Я не знала Что мне делать Я причем То есть Я мылась То есть Я приходила Вечером домой Мыла подмышки Утром вставала Мыла подмышки В течение дня Постоянно мыла подмышки Потому что Для меня Это что-то Для меня Это что-то Как бы Ну Необычное То есть Ну Меня это Прям раздражало То есть Я уже думала Что все Потом Мы вернулись В США Все Блять Прошло Никакого Запаха Блять Ничего нету Нигде Ничего не пахнет И вот Последние Где-то Четыре дня Я Опять У меня Этот запах Блять Вернулся И я Просто Я Ну Теперь я уже Точно понимаю Что это Запах Стресса Да Что просто Мой организм На гормональном уровне Сейчас Настолько Сильно Страшует От Всего Что Происходит В моей Жизни Да Потому Что Ну Реально Переезд Это Огромный Стресс Тем более Все Легло На мои Хрупкие Плечи Сбор Коробок Договоры Разговоры Там С перевозчиками И все Остальное Да Там Квартиры Тут Квартиры Там То есть Вот Это Все Это Все Легло На мои Плечи Да Потому Что Там Бабушка С утра Время Так У меня Не Постоянная Работа Не Каждодневная Я Несу Все Это На Своих Плечах И Я Просто Я Просто Страдаю То есть Я Сижу И Если Я Так Кофту Открою И Вот Так Пошевелю Руками Я Чувствую Этот Запах Потому У 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 И Это Сто То есть Из-за Того Что У У У У Сик Да Я Безумно Стросовала Да Рождение Нового Ребенка Документы Блядь Эти Русские Все Эта Хрень Короче А Сейчас Это Из-за Переезда У Стресса Есть Запах Да У Стресса Есть Запах И Он Даже Ощущается Вашими Домашними Домашние Животные Могут Почувствовать Что У У У У Наших Домашних Животных В Америки Такая Профессия Как Сервис Дог Когда Ты Обслуживаешь Своего Хозяина Ты Помогаешь Ему Принять Вовремя Таблетки Или Ты Предупреждаешь Его О том Что Он Может Упасть В Оморок Вот Он Этот Дог Он Может По Запаху Человека Определить Какая У него Наступает Проблема Ну К чему Он Научен Например Он Научен Что У человека Диабет У него Повышается Сахар В крови Или Он Научен Что Человек Упадет В оморок По Каким Другим Показаниям И Это Все Определяется По Запаху Это Не Определяется Потому Что Он Упадет Он Чувствует Вот Этот Определенный Феромон Гормон Или Какие-то Другие Химические Процессы В Организме Которые Четко Тебе Говорят Что У Человек Поменялся Запах И С С Что Произойдет И У Меня Грубо говоря Сейчас То же Самое Из-за Такого Огромнейшего Сумасшедшего Стресса Который Я Испытываю У Меня Вот Так Надеюсь Что Все Будет Нормально Когда Нибудь Вот Так Да Я Кстати Про Паркинсон И Нюх Вот Этой Бабы Тоже Читала Да Прикольно У Меня Нет Бактерий Которые Дают Этот Запах Потому Что Если У Меня Уже Ровно Там Это Было Четыре Месяца Назад Был Точно Такой Экспириенс Я Не Использовала Никакие Абсолютно Дополнительные Препараты И Этот Запах Самостоятельно Ушел Как Только Моя Жизнь Наладилась Все Стало На Свои Места Я Приехала Домой Чувствовала Себя В Безопасности Чувствовала Себя В Своей Тарелке Этот Запах Автоматически Улетучился Просто Его Не Было Нету И Все То есть Я Когда Была В России Я Помню Я Даже Думала Блин Может Это Из-за Того Что Это Русское Мыло Или Еще Что То Я Реально Обвинила Уже Какие Другие External То Что Не Внутри Меня А Что Что Снаружи Меня Я Обвиняла В этом Короче Разные Вещи Вот Но Сейчас Когда Это Опять Вернулось И По Факту В Моей Жизни Ничего Не Поменялось Тоже Мыло Тоже Это Именно Поэтому Я Сто Процентов Уверена Что Это Связано Со Стрессом Так Что Бактериальные Какие-то Препараты Мне То Что Не Помогут Почки Не Могут Короче Я Не Прошу Советов Окей Мне Не Нужны Советы Чем Мне Подмышки Помыть Какой Мыл Использовать Каким Дезидерантом Пользоваться У Меня Все Охренительно Я Выду Прямой Эфир Через Три Недели И Подмышки Больше Пахнуть Не Будут Окей У У вас У вас Муж Не Русский Нет Мой Муж Не Русский Я Русский Я Русский Нихрена Он не Русский Приеду Мне Не Подойдет И Который Который Парки Сильно Белл Жила Номером Здесь давно Живем Мы сюда приехали Когда здесь Было Очень Хорошо Здесь Не Было Таких Проблем С Краймом С Преступлениями И Но Переезжать Сюда Как Новому И Просто Испытать Чикаго Я бы Не Стала Да Вопрос Позадумышней машины Решили Да Стоит Новая Посудка Позадумышная Машина Юля Все Организовала Лас-Вегаса Или Орландо Ну конечно же Орландо Мне кажется В Вегасе Ну как мне кажется Мне кажется В Вегасе Жить И вообще Растить ребенка Вообще В пустыне Жить Мне кажется Не очень Так себе И для здоровья И для Ну как бы Для Взращивания Ребенка Мне кажется Вегас Такое Немножко Спорное Место Естественно Там классные Налоги Которых Нет Грубо говоря Но Во Флориде Тоже Хорошая Налоговая Система Я бы Выбрала Конечно же Орландо Мне нравятся Полуреспубликанские Штаты Мне кажется Что они Они И будут Классным Будущим Америки Если Это произойдет You know Планируете отпуск Мы Планируем Хулиард Вещей Но К сожалению Из-за переезда Мы Ни хрена Не можем Сделать Вера Куда бы я Переехала Если бы Не держала Работа Или что-то еще Блин На самом деле Это очень Сложный вопрос Потому что Мне не нравится Флорида Почему Мне нравится Что она Наполовину Республиканская Я считаю Что это очень Классно Я чувствую себя В Флориде Безопасно Да Факт того Что там У каждого человека Есть оружие Это тоже Легальное оружие Это тоже Дает себе Чувство безопасности Да Но Какая проблема С Флоридой И например С Техасом Да Техас Мне тоже По политическим Изображениям Нравится Какая проблема Проблема В том Что Я не могла бы Наверное Жить Где постоянно Лето Я Очень люблю Зиму Я родилась Зимой Я выросла В России Я обожаю Зиму И вот даже Сейчас у нас В Чикаго Два дня Будет минус 18 Минус 15 И я все равно Выхожу на улицу И я Enjoy Понимаете Я просто Наслаждаюсь Этим холодом На моих щеках Да Что он меня Кусает Я иду У меня Ляжки Мерзнут И мне это нравится Вот я реально Испытываю Наслаждение От зимы Мне правда Очень нравится Естественно Если бы я жила Где-то во Флориде И ездить куда-то В зиму Отдыхать Я бы наверное Не делала Потому что Мне не нравится Ни скинг Ни сноубординг Не кататься на горке Вообще Все что связано С спортивным Травмоопасным Отдыхом Это вообще Не моя тема И это одна из причин Почему Женя Продал свои Эти Как они называются Лыжи Потому что Когда он на мне женился Он понял Что мы Блядь Никуда ездить Таких хрений Не будем Вот Поэтому Я бы не хотела Переехать туда Где Постоянное лето Поэтому Нету наверное Места Которое Мне на сегодняшний день Нравится в США Наверное Нью-Йорк Ну какой-нибудь Может быть Поменьше город Вокруг Нью-Йорка Но Это было бы возможно Только если бы Мы зарабатывали Больше миллиона долларов В год Это было бы возможно Даже может 2 миллиона Вот так Да Ближе к двум Это было бы возможно И это было бы Как бы reasonable Потому что Не хотелось бы Менять свой Стиль жизни От Да Имения всего Что у тебя Все что Все что тебе нужно Да От привычек Да От бассейна внизу От покупок Которым Которым ты привыкла Да Ну в принципе От всего этого лайфстайла Не хотелось бы отказываться Для того чтобы Переехать в Нью-Йорк Поэтому Вот так Нью-Йорк страшное место Я с вами не согласна Я летаю в Нью-Йорк Каждый месяц Нью-Йорк очень нравится Я люблю Нью-Йорк Мне нравится его занятость И далее Как же он вас любит Что отказался От всего Отказался Ради Так По-другому Извините Как можно по-другому Какую машину выбрали Новую или БУ Мы еще Думаем Мы еще не выбрали машину Мы наметили Что мы хотим Плюс у нас есть определенные показания Что нам нужно Потому что у нас Пиздатая семья Из пяти человек А двух кошек Поэтому какая-нибудь Тойота Приус Или Двухместный Порш Нам не подойдет Так что Нам нужна будет Большая машина Как бы На большую семью Да Куда спокойно Могут влезть Два Корсита Да Там Чтобы кошки Там спокойно Тоже сидели В комфорте Вот так Короче Эпидемия наркотиков Часто читаю Новости об этом Ну В США Всегда была проблема С наркотиками Ну Первое Это потому что Их много Они достаточно Общедоступны Их легко Достаточно найти Да Не нужно быть там Не нужно знать Каких-то специальных людей Чтобы найти наркотики Да Они там Они реально доступны Вот И конечно же Это связано с картелями Да В Чикаго До сих пор существует Мафия Которая занимается наркотиками Да Все эти Сыновья Аль Капоны И так далее Они действительно существуют Это реальный бизнес И так далее Подобное Чикаго Вообще называется Героиновой столицей Америки Плюс факт того Что При малейшем Там При малейшем боли В США Выписывают опиоиды Да Вот когда я делала Операцию на грудь Мне тоже Выписывали опиоиды Я их пила Да Хотя мне сказали Там пить Три раза в день По две таблетки Что это Просто огромная дозировка Что ты там Вообще была Накдаун Ничего не чувствовала И Когда ты принимаешь Такой большой дозировки Ты просто привыкаешь К этому чувству Оно тебе нравится И ты ищешь Способы Достать эти опиоиды А потом С опиоидов Переходишь на Более сложные наркотики Вот В других странах Ну в большинстве Других стран Особенно в СНГ Опиоиды запрещены Насколько я знаю Их вообще По-моему Нельзя употреблять Поэтому Конечно же Как бы Здесь С этим Есть проблема Но Эта проблема Не только здесь Она есть везде Просто Выслышать Ту информацию Которая вас Интересует Понимаете Если вы Если вас Если бы вас Это не интересовало Вы это не слышите Например Я Ну вот Я слышала Недавно Я слышала Потому что У нас сейчас Реально идет Большая эпидемия С кокаином В Америке Потому что В него Засыпливают Огромное количество Фентанола Да Это опаснейший Химикат Который Тебя убивает Но Его всегда Туда досыпали Да Для удешевления Продукта Но Он Не был В таком Большом Количестве В этом Кокаине Соответственно Люди Не умирали С одного Приема Кокаина В то время Как сейчас Его насыпают Столько Много Что Люди Просто Отваливаются Они просто Берут Там Пару Дорог Блин Их там Просто Сердце Останавливается Моментально Да И это Происходится Всеми Во всех Слоях Общества Понятно Что кокаин Это один Из самых Дорогих Наркотиков И скорее Всего Люди Которые Его употребляют Имеют Деньги Да Это Не героин Который Стоит 20 баксов За дозу Когда Кокаин Стоит 100 долларов И так далее Нет такого Жесткого Эффекта Наркотиков Многие Наркоманы Ищут Эффект Наркотиков В то время Как Кокаин Он Такой Более Такой Лакшери Знаете Ты такая Вся В теме Естественно Он тоже Вызывает Привыкание И все остальное Но Мне кажется Он более Контролируемый Даже По сравнению С рукоголем Он более Контролируемый Если вы спросите Пробовала ли я Да Я пробовала Все бывает Сейчас С этим Очень большие Проблемы И реально Люди Умирают Left And Right Да Там Просто Какой-то Огромный Миллионер В Нью-Йорке У него Трое детей Он там Живет На Уолл У него Замок Целый Он тоже Свалился Потому что Просто Нету Даже если Ты покупаешь У людей У которых Ты всю Жизнь Покупала И ты думаешь Что это Твой Какой-то Мега Крутой Дилер И все Такое Реально Просто Люди Умирают Left And Right Ну это Просто Некачественный Продукт Стал Вот А Если Вы Как бы Не обращаете Внимание На это И вам Это Неинтересно По жизни Например Мне неинтересно У нас Я уверена Статистика По героину Еще выше Чем Статистика По кокаину Но Мне это Вообще Неинтересно И я Даже Такие Новости Не читаю Поэтому Так что Вот Так Тут вопрос Что Я Думаю За Деньги Трава Трава Я за Траву Я считаю Что трава Должна быть Везде Легализована Во всем мире На федеральном уровне В США Она тоже Скоро будет Легализована Почти Более Половины Штатов Уже Легализовали Марихуану В Как это Назвается Recreational Use Ну короче Для Общего Использования Я За Траву Я считаю Что это Классный Антидепрессант Я считаю Что это Хороший Продукт Который Должен Быть Использован Чаще Нежели Чем Алкоголь Но За Так что Вот Так Подожди Хотели бы Чтобы дети Прошли Такой Длинный Путь Как ты И алкоголь Наркота Депрессия Человеку Стоит Вообще Попробовать Наркотики Для того Чтобы Понимать Что это Такое Я Не считаю Что это Плохо И если Мне кто-то О чем-то Рассказывает И говорит Что он Когда-то Пробовал Какие-то Наркотики Я вообще Не считаю Что это Плохо И Мне наоборот Кажется Что человек Который Попробовал И никогда Не подсел И при этом Все равно Смог состояться В жизни Это Наоборот Блин Такая Сила Воли Людей У которых Есть Сила Воли Они Вот Эти Слабаки Которые Даже Боятся Попробовать Окей Это Я Это Это История Про то Как я Маму Заставляю Все Попробовать Я Постоянно Говорю Ты Умрешь И Даже Не Попробуешь Ты Умрешь И Попробуй Так что Вот Так Это К чему Я Хотела Были Я Чтобы Мои Дети Прошли Такой Путь Я Считаю Что Мои Дети Все Равно Пройдут Такой Путь Потому Что К сожалению Наркотическая Ситуация В школах Америки Она Очень Плачевная Особенно В Private School А мы Планируем Отдавать Ребенка В старшей Школе В Private School Особенно В таком Городе Чикаго Где Денег Неизмерное Количество У людей Которые Ходят В Private School И Там Реально Очень Дорогие Наркотики Там Реально Дети В Восьмом В Пятом Классе Употребляют Кокаин Да Там Курят Какие-то Непонятные Вещи Короче К чему Я все Это К тому Что Я Не против Того Что Мои Дети Будут Пробовать И Испытывать Эту Жизнь Да Я Не Против И Если Мой Ребенок Ко мне Придет Восемь Лет И Скажет Мама Я хочу Попробовать Травы Восьмом Классе Скажет Мама У меня Все В классе Курят Траву Я хочу Попробовать Травы Я Сама Пойду В магазин Куплю Ему Эту Траву И Дам Ему Попробовать Рядом Со мной Чтобы Он Видел Слышал И Понимал Что Это Такое И Понял Надо Ему Это В жизни Не Надо И Чтобы Если Вдруг Он Это Решит Сделать Где-то Outside Of My House Где-то За Пределами Нашего Дома Чтобы Он Мне Об Этому Рассказал И Сказал Чтобы Я Была С Рукой На Пульсе И Сидела Ждала Звонка Если С С С С Произойдет Понимаете Я Верю В То Что Родители Должны Доверять Своим Детям И Даже Если У них Есть Какое-то Желание Что Ну Естественно Не кокаин И героин Там Да Естественно Я Никогда Не Пробовала И Не Собираюсь В Ближайшие Года Так Точно Наверное Когда Мне Будет Лет 90 Я Точно Закалюсь Героином Чтобы Попробовать Потому Что Ты Задохнешь Он Говорит Да Я Знаю Что Я Умру Но Мне Нужна Эта Дост Представляете Сколько Людей Готовы Попрощаться То Насколько Крутой Это Кайф Насколько Это Неописуемый Кайф Да От героина Что Ты Готов Попрощаться С твоей Жизнь Поэтому Лет Так Вот Под 90 Я Точно Попробую Так Что Вот Восприимчивость К накоте Привыкание Тоже Не Все Смогут Отказаться Ну Да И Сила Воли Тоже Мет Большое Значение Так Что Не Думаю Что Это Связано С Организмом Я Думаю Что Это Связано С Психологическим Состоянием Человек Так Вот Про Деньги В Нашей Семейный Бюджет То Есть Все Деньги Которые Мы Зарабатываем Мы Не Прячем Друг Друг Мы Знаем Я Знаю Сколько Зарабатывает Мой Мой Муж Насколько Зарабатываю Я И Мы Примерно Понимаем У кого Сколько Денег И Исходя Из Этого Расчета Мы Платим За Нашу Жизнь То Естественно Естественно Моего Мужа Намного Больше Обязательства По Деньгам Нежели Чем У Меня Да Мой Муж Должен Платить За Квартиру Мой Муж Должен Платить За Питание Мой Муж Платит За Все Беллс Электрик Все Такое То есть Он За Все Это Платит То есть Это Ежемесячный Счет Который Вне Зависимости От Что Происходит В нашей Жизни Мы Его Платим И Уже Потом Накладывается Все остальное Например Какие-то Путешествия Мы Решаем Как Мы Это Платим То есть Если Раньше Я платила За Все По Путешествиям То Сейчас С Увеличением Нашей Семьи С тем Что У нас Намного Больше Людей Мы Зачастую Договариваемся Кто За Что Платит Но В принципе У нас Общий Бюджет То есть Например Мы Вчера Сидели Решали Что Мы Едем В Майами В марте Потому Что В феврале Мы Тебе Позволить Не Можем Так У У нас Переезд У меня Фэшн Вик Муж Тоже Едет Туда Короче Мы Решали Что Мы Завтра Едем В Майами И Мы Не Обсуждали Кто За Что Платит Не Был Такого Разговора Но При Этим При Все Он Так У Меня Там На Карточке На Минус Есть Кредитная Карта В США Все пользуются Кредитной Картами Нормальные Люди Финансово Образовные И У него Есть Одна Кредитная Карта На Который Счет Минус 500 С чем-то Долларов Минус На Кредитной Карте Означает Что Банк Тебе Торчит 500 Долларов То есть Ты можешь Пойти На 500 Доллар Что-то Купить И Ты Ничего Не Должна Банку Там Произошла Такая Непонятная Схема Там Кто-то За Что-то Вернул Деньги Короче У него На Счету Оказался Минус Значит Что Банк Ему Должен Денег Кредитная Карта И То есть Разговор Был Сразу Такой Окей Вот У тебя Это Свободная Кредитная Карта На ней Какие-то Деньги Нам Нужно Это Использовать Чтобы Мы не Забыли Потому Что Мы Кредитной Картой Больше Не Пользуемся Давайте На Налетаю Есть Тысяча Долларов Откуда Это Тысяча Долларов Один раз Я летела Из Чикаго В Нью-Йорк И они Искали Волонтера Который Хочет Взять Следующий Рейс Вместо Того Чтобы Лететь В три Часа Полететь В четыре Они Искали Волонтера Для того Чтобы Он Уступил Место Какому-то Другому Человеку Это Называется Overbook Такое Часто Происходит В От полета На этом Самолете И полететь Следующим Рейсом Не всегда Бывает Следующий Рейс Иногда Бывает Завтра Иногда Бывает Послезавтра И они Тебя Плачивают Еще Отели Еще Что А здесь В этой Ситуации Они Объявили Предлагаем Тысячу Долларов Полететь На час Позже Я Никуда Не торопилась Я Беру Короче Я Взяла Тысячу Долларов Еще На Один Села На Следующий Самолет Полетела У меня На Чисто Есть Тысяча Долларов Которые Я Еще Не Она Там Все Еще Висит То есть Разговор Ты За Это То есть По Ситуации Как Все Происходит У У нас Вот так Вот Окей Ты Заплачь Ты Заплачь Но Бывают Ситуации Когда Если Например У нас Россия Гладкая Ситуация Когда Там Уже Были Огромные Деньги Мы Там Уже Говорим Про Тысячи Тысячи Не Про Миллионы Рублей Когда У нас Расходы Идут На Миллионы В Долларах Мы Говорим 20 30 Тысяч Долларов У нас Уже Были Расходы То Конечно В таких Ситуациях Если Я Привез С собой Столько Денег Он Привез С собой Столько Денег Мы У сестры Взяли Столько Денег У Моей Мамы Взяли Столько Денег То Мы Там Набрали Кучу Всех Этих Денег И В конце Я Поняла Что Слишком Много Денег Ну Реально Мы Столько Бабла Реально Минимум 30 Косарей За эту Поиску Потратили И Я Поняла Что Мы Торчим Моей Сестре Бабла Моей 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 Я Просто В конце Поиск Говорю Так Ты За Все Платишь Там Десять Тысяч Там Моей Сестре Десять Тысяч Короче Всем Короче Торчит Денег А я Никому Не должна А как По-другому Когда мы Делали Суррогатного Когда мы Были в процессе Создания Стеллы Когда мы Делали Суррогатный Процесс Я По-моему Рассказывала Это видео А Начнем Сначала Мы Когда Хотели Завис Он Платит Половину И я Плачу Все Так Все Договорились Ок Все Договорились Начинается Процесс Я Не помню Но по-моему Только он Платил Поначалу Там Были Какие-то Маленькие Суммы Там Десять Тысяч Типа Не Вся Сумма Целиком Короче Начинается Процесс Значит Два Мальчика Эмбриона Умирает Ну Не умирает Не подсаживается Да У одного Был выкидыш Ну не суть Короче Не подсаживаются Эти эмбрионы Босорные Эти И мне Свонит доктор Говорит Короче Эмбрион Не посадился Тоже Что Делаем Хотите Бабу Или нет Женя Нет Блядь Никаких Баб Короче Давай Быстро Езжай Блядь Обратно В Россию Делай Еще Эмбрионов У него Там Была Заморожена Сперма А у У меня Не Была Заморожена Ну Естественно У меня Не было Этиклетки Ушли На Эмбрионы Он Говорит Давай Быстро Короче Езжай Туда Сюда Я Говорю Блядь Ну Как Я Сижу Блядь Спокойно Я Своей Жизнь Занимаюсь И Тут Он Звонит Такой Все Блядь Собираем Монатки Вали А у У меня Еще При Этом При Все Должно Было Быть Должно Было Быть Этот Награждение Выдача Паспорта Американского Гражданства Американского То есть Реально Я Должна Была То ли Интервью Должно Быть Но По-моему Интервью А Интервью Для Американского Гражданства Это Биг Дил Понимаете Вот Тебе Присылают Эту Блин Эту Бумагу Что У тебя Там 2 2 Ноября У тебя Интервью И ты Должна Прити Это Биг Дил Ты Не Прийти Да Не То Чтобы К доктору Не Пошла Это Биг Дил Я Грую У меня Тут Интервью У меня Тут Все Короче У меня Дела Он Такой Блин Все Хитрость Женская Хитрость Немножечко Поэтому Я ему Так Короче Если Ты хочешь Я поехала Во-первых Ты мне Покупаешь Бизнес Класс Окей Я не Полечу А вы Понимаете Что это Все Было Во время Ковида Там Война Вся Эта Хрень Не Война Еще Данимала Но Был Ковид Не Было Прямых Рейсов Летать Можно Было Только Через Турцию А нет Может Летать Ну Чего В итоге Полетела А нет Я Финейром Летела Да Я Летела Финейром Через Финляндию Можно Было Летать И В итоге Он Мне Покупал Бизнес Класс Там Короче За Все Это Платил И В итоге Он За Все Сургатные Экспенсис Тоже Все Он Платит Вот Так Хотел Мальчика Вот так Все равно Не получил Блядь Все равно Баба родилась Вот так Я не понимала Он вообще Вкурил Блядь Или не Вкурил Из constitution Блядь По моему Он не вкурил До сих Пармис Блин Что Произошло Блядь что, блядь, везде. Типа, что с тобой, блядь? Ты вообще, блядь, слепой или что, блядь? Он этот, ходит, ищет, у него есть такие, типа, уги, короче. Ну, не уги, но такие пушистые, такие теплые тапочки, да? Гучи, блядь. Не уги, блядь, гучи. И он и ходит. И у него такая манера, блядь, он всех все время во всем обвиняет. Вот он что-то, блядь, не может найти. Он всех, блядь, обвиняет. Кто, блядь, убрал мои тапочки? Кто, блядь, запаковал мои тапочки? Кто это сделал? Короче, ходит, орет. А я тоже еще истеричка та, да? То есть я вообще там бешеная на голову. Когда на меня кто-то, когда на меня гонят, говорят, что я там, блядь, в чем-то виновата, а я вообще, блядь, в глаза эти тапки, блядь, не видела. Когда на меня кто-то гонит, я, естественно, тоже начинаю разгоняться и как бы гнать на человека, да? То есть я не сижу там и слушаю, как на меня гонят, блядь. И мы, короче, начинаем друг на друга, блядь, ора, цапаться, сидит мама в ахере. Такая сидит, блядь, как, блядь, вы заебали уже, заткнитесь его, блядь. Стелла там, блядь, бедная, захлебывается этим молоком от крика. Ну, короче, не суть. Вот, короче, бегает, орёт, блядь, орёт, орёт, да? Мама мне говорит, блядь, одень наушники уже, блядь, слушай, что он там говорит тебе. Я такая, слушай, такая, блядь, а фактически идея надо так сделать. Anyway, sorry. Что-то мне очень смешно. Я сейчас не курила. Вот, и, короче, он такой, типа, ходит, ходит, орёт, орёт, блядь. Я там на него наорал, он на меня наорал. Короче, мы друг на друга наорали, блядь, как обычно. И он такой, ам... Потом такой, короче, что-то там открыл, какой-то шкаф, блядь, такой. Вот они! Кто их сюда положил, блядь? Сука. Блядь, ну, это реально просто лежит, блядь, перед его носом, блядь, понимаете? Вот лежит, блядь. Он, блядь, не видит. Вообще, блядь, слепой, блядь. Ну, и вот так вот постоянно. Вот просто вот, ну, я не знаю, как бы, да? Мало того, что у него, как бы, всё, уже память отказывает конкретно, да? Там, блядь, ключи там положил на 100, блядь. Хуйня. Хуйня. Блядь, понимаете? По всей, блядь, по всему добу, блядь. Я сам положил их там. Всех обвиняет там. И бабушку, и Мирона, блядь. И меня, блядь. Уже, наверное, Стеллу, блядь, начнёт скоро обвинять, что она, блядь, сожрала его ключи, блядь. Вот так вот, короче. Ну, вот. Вот такая, блядь, семейка, блядь. Вот так. Вот так. Короче, какие планы сегодня? Блядь, надо собирать коробки, друзья. Я всё жду, когда, блядь, кто-то придёт и поможет мне, блядь, коробки собирать, эти обосранные. Надо всё дособрать, потому что, реально, ещё коробок, наверное, 10 нужно закрыть. Вот. Потому что завтра последний день. У меня, кстати, эфир заканчивается. Дочка спит. Сколько ты сейчас весишь? Как ты, где сколько я вешу? Ну, как обычно, блядь. Мало. Вот. Я не верю в астрологию. Нет. Закрывать или ходить на Apple Watch? Да. Короче. Вы сдали вашу квартиру? Нет, мы ещё её не сдали. Так что, если вы хотите, кстати, двухкомнатную квартиру, кто там из Чикаго, двухкомнатную, блин, охренительную, пафосную хату, блин, пишите мне, блин, в DM. Я вам со скидочкой, блин, её сдам. You know? Всё, я пошла. Peace out. Bye.